Хорошо, мы несколько слайдов тогда пропустим, потому что эти слайды все видели, в принципе, уже и про вопросы диагностики лечения мы говорили, и про частоту нежелательных явлений. Хотелось бы несколько проиллюстрировать тот случай Калита, который показывала Анна Игоревна. Ну вот детальные, более детальные картинки про пациента. На что хотели бы, поскольку доклад особенностей переносимости иммунотерапии, на что бы мы хотели обратить внимание? Во-первых, это то, что иммунопосредственные нежелательные явления, это не что-то само по себе существующее, они могут идти вместе и, может быть, несколько иммунопосредственных нежелательных явлений подряд или одновременно у одного и того же пациента. Вот, посмотрите, пациент получал лечение эпилеумабом 3 мг на килограмм, меланома кожи, сыпь, развившаяся до третьей степени, успешно купированная пренезалонными таблетированными формами, уменьшение сыпи, более позднее развитие диареи, которая трансформировалась в калит. Но пациент сильно несвоевременно обратился, спасибо его родственникам, которые убедили его обратиться, что все само не пройдет. И, к сожалению, ввиду позднего обращения уже пероральные дозы глюкокортикоидов не работали, парентеральные дозы глюкокортикоидов в больших дозах не работали, сольфосалазин добавленный, актериатит не работали. Единственное, что помогло пролечить этого пациента, это инфлексимаб, и здесь достаточно было одного введения. Но, несмотря на то, что терапия была контролируемая, вот это лечение, картинки вы уже видели до и после введения инфлексимаба, на что надо обратить внимание, на длительность терапии мы долго не могли снять пациента с глюкокортикоидов. Анна Игоревна уже говорила, что снимать надо в течение как минимум одного месяца, но это уменьшать дозу глюкокортикоидов мы можем в том случае, если никакие симптомы не возвращаются. Здесь, несмотря на выписку, мы долго не могли снизить дозу пренизолона, пытались постепенно, но получили осложнения, о которых тоже говорили коллеги, у него были инфекционные осложнения процесса, потребовалась антибактериальная терапия. На фоне продолжения пренизолона и фактически до июня месяца, а если вы обратили внимание на слайдах, само нежелательное явление было в феврале месяца, то есть 4-5 месяцев мы снижали дозу пренизолона. И стабилизация состояния, нормализация картино-приколоноскопии наблюдалась только к июню месяцу, то есть потребовалось практически 4-5 месяцев, чтобы вылечить ему на посредственное нежелательное явление. И пациент на сегодняшний день без признаков прогрессирования заболевания с развивающимся эффектом. Дальше Игорь Вячеславович продолжит комментировать. Вы будешь теперь лечить слайды? Вернитесь на секундочку, я буквально хочу сказать. Еще раньше. Это ваше. Да. Вот сюда, да. Значит, по поводу случаев, которые здесь представлены, две истории с гастроинтестинальной токсичностью. И, по сути дела, в одном случае речь идет про эпилемумаб, в другом случае, о, спасибо большое, про неволумаб. Значит, пациент, который не имеет возможности получать брав-ингибиторы, потому что у него нараспозитивная меланома, получает иммуно-онкологические препараты, эпилемумаб. Все отлично проходит, как обычно это и бывает, осложнения, как правило, развиваются не в процессе лечения. И примерно через, значит, 12 недель, через 3 месяца от начала лечения возникает проблема довольно быстро. Тошнота из-под воль, но потом присоединяется рвота и жидкий стул, и это все развивается в течение нескольких дней. Тяжесть выраженных явлений, как бы вы оценили, Алексей Викторович? Ну, 30 степеней диаре. Ясно. Ну, мы попробовали связать это с нарушением диеты, допустим, пищевой токсикой инфекции, что-нибудь еще в этом, но ничего не подходило. И, скорее всего, речь шла именно потому, что он получил 4 введения эпилемумаба. Для оценки тяжести нежелательных явлений предлагается использовать более-менее стандартизированные, значит, критерии. Они есть в рекомендациях, я знаю, да, вы подготовили рекомендации, где на русском языке четко и порядочно написано, как градировать то или иное осложнение. Но важно что? Что если человек попадает в какую-то неонкологическую больницу, чтобы не было написано там средне-тяжелого течения колит. Что это? Третья степень, четвертая, вторая. Вот. И, в общем-то, все довольно легко и нумерически может быть определено. Насколько раз увеличилось, значит, число стулов, число актоводификации, да, он тут, я так это на английский манер, стулов, да, стульев. Вот. Насколько раз увеличилось число актоводификации в сравнении с тем, что было. Да. Вот. И если это уже жизнеугрожающая история, то это, соответственно, там четвертая или пятая степень независимости от, ну, пятая это уже смерть, да, четвертая степень независимости от того, каково количество от этих актов стало происходить. Исключили. Какие объемы обследования тут лишние, как вы считаете, Алексей Викторович? Так. Его дошнит, и у него жидкий стул, частый. Ну, анализы на щитовидную железу, наверное, это не первоочередные анализы, плюс к симметрии, наверное, тоже. Обследование грудной клетки, ну, так сказать, без дополнительной информации, наверное, не очень, да. Вот. Оценка распространенности заболеваний тоже, наверное, нам мало поможет для лечения диареи у этого пациента. Да, абсолютно согласен. Вот. И мы что мы сделали? Мы все-таки сделали ему колоноскопию, несмотря на то, что у него проблемы с кишкой. Хотелось получить подтверждение, что есть колит. Получили гастродонит по гастроскопии, эрозивный колит по колоноскопии, и принезалон внутрь ему помог. Значит, в течение месяца люкокортикоиды уменьшились без всяких проблем. А вот второй случай, который касается другого лекарства. Он касается лекарства Ниволюмап, который, в общем-то, характеризуется меньшей частотой побочных эффектов, который характеризуется достаточно хорошим профилем переносимости. Молодая женщина получила, сбрав позитивной меланомой, получала вначале химиотерапию, потому что не было, в общем-то, доступа к лекарствам адекватного. Потом получила эпилемумап в свое время. Потом, собственно говоря, выявлено прогрессирование после эпилемумапа и стала получать Ниволюмап с апреля 2015 года. Все было неплохо почти два года. Год и сколько там месяцев получается? Десять. Но в январе 2017 года стала жаловаться на тошноту, снижение аппетита, потом пристенилась рвота. Это развивается в течение недели. И рвота стала довольно часто, до 10-12 раз в сутки. То есть снижение веса за эту неделю на 10% от исходного – это, естественно, плохое самочувствие и электролитное нарушение. Сделала гастроскопию при биопсии. Я сразу… Понятно, что биопсия готова не сразу. Вот вначале видны только эрозия и воспаление. При биопсии получили лифонные инфильтраты в слизистой оболочке. Что мы, собственно, хотели понять? Есть ли тут еще какая-то история с обычным гастритом? Мы сдали антитела хеликобактера пилори. Это хороший тест для этой истории? Возможно, но я не думаю, что они нам дадут дополнительную информацию. То есть они не исключат иммуноопосредственного характера. Даже если их много. Так и было. Они были повышены. Иммуноглобулины G, иммуноглобулины M были отрицательны. И, в общем-то, началась история с активной и довольно интенсивной терапией. С одной стороны, надо было каким-то образом справиться с рвотой. Надо было каким-то образом восстановить простые вещи. Электролиты, дефицит жидкости. Но параллельно мы решили заниматься двумя вещами сразу. И эрадикацией хеликобактера, который непонятно в какой вклад уносил, им был ли он или нет. И заниматься метилопренизолоном. Значит, это дало свой результат. На фоне метилопренизолона тоже та работа снизилась. На фоне эрадикационной терапии тоже, соответственно, потому что параллельная история. Отечность слизистой эрозии без каких-то вот существенных перемен. Но поскольку клинические симптомы ушли, она стала принимать пищу через рот. То есть рвотных движений уже почти не было. Может быть, через день или аж день мы стали снижать дозу метипреда. И в течение месяца, к апрелю 2017 года, мы, в общем-то, отменили метипред полностью. Тошноты нет, рвоты нет. Однако, в конце апреля, то есть месяц светлого промежутка, симптом возвращается очень быстро. То есть в течение трех-четырех дней опять тошнота, опять рвота, опять, это уже повторная гастроскопия, значит, эрозивные изменения, отек, воспаление. Еще, в общем-то, в худшем виде, чем это было исходно в марте. Значит, госпитализировано, значит, мы делаем ей весь этот план обследования, который был сделан, и видим, что появляются в том числе и новые метастатические очаги, но это не связано с желудком, это связано с основной распространенностью, значит, в мягких тканях, и появились метастазы в кости. Значит, возвращаемся к саломедролу и одномоментно назначаем этому пациентку инфлексима примикейт. Симптомы, значит, регрессируют довольно быстро, регрессируют в течение одной недели, то есть тошнота и рвота уменьшаются до первой степени, но уже наученные горьким опытом мы с Метепредом не торопимся с отменой, и на два месяца расписали план вот этого снижения препарата. А вот то, что касается самого заболевания, значит, мы видим, что несмотря на то, что был, в общем-то, побочный эффект, который должен был характеризоваться хорошим результатом, у этой пациентки через полтора, ну, через два года, грубо говоря, мы начали там весной 15-го года, вот к весне 17-го года на фоне нежелательного явления появляются новые очаги внутрикожные, из них они были биопсированы, то есть мы доказали, что там есть жизнеспособная меланома, и сейчас эта пациентка переведена на таргетную терапию. Вот, и сейчас она получает у нас, собственно говоря, к сожалению, монотерапию, потому что комбинацию она не может получить, и сейчас никаких побочных эффектов с этой стороны нет. Сейчас там другая история с кожной токсичностью, уже таргетная терапия. Ну, я в комментарии хотел сказать про вопрос, что, конечно, во всех исследованиях в большинстве случаев пишут про колит, но не надо забывать, что слизистая-то она одна на большом протяжении, и у наших пациентов, у которых был колит, у них же был и гастрит в том числе, у них же был и стоматит, у пациентов, у которых есть поражение кожи, у них есть стоматиты, и синдром Стивена Джонса, про который Анна Игоревна рассказывала, по определению включает в себя положение хотя бы одной зоны слизистых, иначе это не синдром Стивена Джонса. Еще одного пациента, о котором мы бы хотели сказать, тут указана только история меланомы, но что обращает на себя внимание, то, что он получал интерферон-альфа-водивантной терапии без каких-либо осложнений, но потом запрогрессировало, то, что у него было хроническое воспаление легких в анамнезе, и что нам пригодится для дальнейшей истории. И пациент, ввиду прогрессирования заболевания в качестве второй линии терапии, получал у нас эпилемумаб. Эффект был стабилизации процесса, но с некоторым ростом очагов появился новый очаг. Мы знаем, что для иммунотерапии это, в общем, ничего удивительного не было. Тем не менее, у него была слабость, гипотония, сыпь. Обратите внимание, все нежелательные влияния были второй степени, но их было много, они существенно влияли на качество жизни. Мы вынуждены были назначать преднизолон пероральный, который хорошо контролировал это заболевание. Но, тем не менее, прогрессирование в головном мозге и одновременно были выявлены признаки пульмонита, то есть воспаление без клинических, инфильтрация легких, без клинических проявлений. Пациент получал гамма-нож, получал дексаметазон, на фоне чего прогрессирование процесса продолжалось в легких, и мы видели, как ни странно, уменьшение явлений пульмонита. Пациент был переведен на терапию неволюмабом, который также сопровождался ему на последовательное нежелательное влияние, стал нарастать пневмонит и стал нарастать эффект легких. Был повторно выявлен еще один очаг в головном мозге, он был облучен. В дальнейшем, несмотря на стабилизацию процесса, на достаточно высокие дозы глюкокортикоидов, мы вынуждены были антибактериальную терапию добавить в последнее время. Тем не менее, мы видели увеличение, потом стабилизацию явлений пульмонита на фоне усиливающегося эффекта противопухолевого. Таким образом, здесь можно увидеть связь между иммунологическими эффектами, которые одновременно являются и положительными, и отрицательными. Если говорить про легкие, то вот первое выявление пульмонита через 7 месяцев после окончания терапии эпилемумабом, улучшение ситуации в декабре, когда начиналась терапия неволюмабом, дальнейшее прогрессирование, усиление явлений пульмонита на фоне прогрессирования заболевания и относительно стабильная ситуация этих очагов в настоящее время. Но мы видим стабилизацию легких, пациент часто не получает иммуно-онкологический препарат. Мы пытаемся снизить в дальнейшем дозу глюкокритикоидов и провести антибактериальную терапию, потому что симптоматика имеет рецидивирующее течение. И что бы хотелось сказать в завершение, подводя итог обсуждения иммуно-опосредственных нежелательных явлений, что в принципе мы имеем достаточно четкий алгоритм. Нам надо определить степень тяжести нежелательных явлений, убедиться, что оно иммуно-опосредственное. Нам надо выбрать определенную ступень терапии в зависимости от тяжести, от которой начинать, проконтролировать эффективность той терапии, которую мы назначили. Если эффект достигнут, постепенная отмена терапии, разрешение нежелательного явления, продолжение лечения. Если эффект не достигнут, нам надо повышать ступень терапии и усиливать иммунную супрессию. Какие основные принципы у нас контроля за иммуно-опосредственным нежелательным явлением? У нас применяется в наших рекомендациях ступенчатая терапия, то есть мы последовательно назначаем низкие дозы глюкокротикоидов, более высокие дозы глюкокротикоидов и антицитокиновые препараты или другие иммуносупрессивные средства последовательно при неэффективности и начинаем в зависимости от степени тяжести. Мы можем использовать любые глюкокротикоиды, в рекомендациях будет дана таблица пересчётов в эквивалентных дозах, они все равны и эффективны. Для отдельных иммунопосредственных нежелательных явлений есть свои рекомендации, там есть свои небольшие особенности, но общие принципы при этом соблюдаются. Никогда мы не редуцируем дозы иммунотерапевтических средств, за двумя небольшими исключениями, это интерферон альфа и отдельные новые препараты, которые внедрены в онкогематологическую практику. Длительная терапия глюкокротикоидами сама по себе чревата осложнениями, требующими соответствующего лечения и профилактики. Возобновление лечения, если у вас есть иммунопосредственные нежелательные явления, возможно только после их контроля, как минимум снижение до первой степени и снижение дозы глюкокротикоидов, что также подтверждает успешный контроль за иммунопосредственным нежелательным явлением. Иммуносупрессивная терапия на сегодняшний день это доказано, не влияет на эффективность антицетели-4 и антипедиадин терапии. Ну и, собственно говоря, та линия, куда можно позвонить со всех точек страны и задать вопрос специалистам, имеющим значительный опыт в лечении иммунопосредственных нежелательных явлений при возникновении вопросов здесь на слайде представлено. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Алексей Викторович. Спасибо.